Такой достаточно важной теме. Прежде всего мы поговорим об общих рекомендациях по уходу за кожными покровами во время лечения ингибиторами EGFR. Это ингибитор эпидермального фактора роста первого типа. Данные рекомендации мне посчастливилось войти в ту рабочую группу, когда они разрабатывались и обсуждались. Представлены на сайте Русско. Тем не менее пациенты, которые получают таргетную терапию таблетками при раке легкого, аденокарциномии с наличием EGFR мутации, или пациенты, которые получают по поводу колоректального рака лечение таргетной терапии, возникает кожная токсичность. Но вот в принципе до того, как разовьются те или иные осложнения, мы поговорим о правилах. Пока наш IT-отдел подготавливает презентацию... А, ее не видно на экране просто. А, все, то есть я должна. Так, это оказывается, ну вот бывает. Что в принципе, какие правила гигиены. О чем надо помнить, я даже вот специально не стала ставить какие-то картинки. Но вот тем не менее, и вместо вопросительных знаков здесь должны были быть такие галочки. Но тем не менее, те вопросы, которые нам часто задают пациенты, и вот те обязательные ответы, что при получении таргетной терапии по поводу рака легкого или по поводу колоректального рака, вот обязательно нужно помнить, что рекомендуется максимально щадящие гигиенические процедуры. Умывание теплой водой, не горячей водой, душ вместо ванны с использованием масла для душа, мягкого мыла, шампуни для ежедневного применения и увлажнения противомикробным действием. Шампуни с увлажняющим противомикробным действием. При выраженном кожном зуде и сухости кожи необходимо ограничить водные процедуры, исключить мыло, ограничивать частоту и длительность принятия ванн и душа, не использовать жирные мази в острой фазе угревой сыпи, поскольку они могут блокировать поры и усугублять проявление сыпи, минимизировать или исключить использование макияжа в период проявления острых высыпаний в области лица. Бритье не противопоказано, не рекомендуются электробритвы, следует избегать контакта с агрессивными реагентами и средствами бытовой химии. То есть, я всегда говорю, что у нас сейчас появились, слава богу, посудомоечные машины, поэтому желательно отказаться от удовольствия мыть посуду под струей воды, а доверить это достаточно серьезное мероприятие, посудомоечной машине. Тем самым мы уменьшим контакт с агрессивными средствами, влияющие неблагоприятно на кожные покровы. А кожная кожа, по сути, это самый большой орган в нашем организме. И сейчас вот у нас даже сегодня я шла, когда на школу, я обратила внимание, какое замечательное солнце. Но пациенты, которые получают таргетную терапию, им следует ограничивать время пребывания на солнце, избегать прямого воздействия солнечных лучей на кожу, так как солнечный свет может усиливать любые возможные кожные реакции. Обязательно использовать головные уборы и солнцезащитные средства, с солнцезащитным фильтром, более 30. И на открытые участки, если мы выходим, кто-то выходит на улицу, обязательно обрабатывать. Перед выходом на улицу регулярно, и даже в марте и сентябре. Солнцезащитные средства наносить необходимо на лицо, руки, ноги, шею, спину и грудь утром или за 30 минут до выхода из дома. Возобновляет нанесение солнцезащитных средств каждые 2-3 часа во время пребывания вне помещения. Применяются любые аптечные и безрецептурные доступные препараты. Мы о них поговорим несколько позже. Также обращаю ваше внимание, что кожу необходимо увлажнять. И для этого необходимо наносить увлажняющие средства. Какой ими является бальзам, молочко, крем. На лицо, шею, грудь, спину, кисти, стопы и конечности каждое утро и вечер длительно. Безусловно, мы должны ухаживать за нашими ногтями. Беречь кожу и кутикулу ногтей от травм. Исключить обрезной маникюр и педикюр. Носить удобную обувь. Необходимо наносить увлажняющие крема и лосьоны на область ногтей, рук и ног. Пациенты с вросшими ногтями на ногах и другими проблемами стоп должны проконсультироваться у соответствующего специалиста перед началом лечения ингибиторами эпидермального фактора роста первого типа. Одежда и обувь. Нам, конечно, надо всегда... Нам должно быть комфортно в нашей одежде. Поэтому рекомендуется ношение эргономичного белья из натуральных материалов. Безусловно, необходимо ношение головных уборов. Но если же все-таки, я уже говорила, мы хотим осуществлять сами уборку или мытье посуду, то надевать резиновые или хлопчатобумажные перчатки. Тем самым уменьшить токсическое воздействие, агрессивное воздействие химических веществ на кожу. Избегать тесной обуви рекомендуется ношение домашней обуви. И на что я сразу хочу сказать, что любое местное системное лечение назначается и проводится под контролем лечащего врача. В Санкт-Петербурге, в нашем центре, и у нас есть два диагностических центра на текстильщиков и на воровского принимают дерматологи. Мы их называем теперь ассоциированные дерматологи. Это специалисты, которые очень хорошо знакомы с профилем онкологического пациента и прекрасно понимают, какие вещества получает пациент, будь то таргетная терапия, будь то химиотерапия. И здесь очень важно, всегда я призываю не заниматься самолечением, а обращаться на консультацию к специалисту. В Санкт-Петербурге МИДС Петрова подчеркивает, такая возможность есть. Ну и вот теперь немного поговорим о той специальной косметике, которая есть и что, собственно, она нам дает. В этой специальной медицинской косметике есть минеральная и биологическая составляющая, тем самым способствует восстановлению эпидермального барьера, смягчает и успокаивает успокаивающие свойства за счет того, что эта косметика богата микроэлементами. Более того, сочетание активных веществ метаболитов микрофлоры, аквадаламия, специфично для термальной воды АВЕНа. И к тому же это уменьшает воспаление. Собственно, вот те микроэлементы, которые содержатся в аптечной косметике. И аптечная косметика, почему она, собственно, важна? Так как она богата, еще раз подчеркиваю, микроэлементами, низкое содержание солей, бактериологически чистый состав, упаковка непосредственно упаковывается на источники минеральной воды и уникальная упаковка в стерильной обстановке. То же, что важно отметить. И вот биологическая составляющая, в том числе вот этой косметики АВЕНа, в 2013 году началась новая фаза в истории, так же, как нам Алексей Викторович говорил, что с 2011 года, как только был зарегистрирован пелемумаб над меланомой, взошло солнце. Это, конечно, несравнимо для медицинской косметики. Но, тем не менее, если проводить какие-то параллели, то возможность появления биологической составляющей медицинской косметики представляет достаточно важную роль. И здесь вот эта вот, соответственно, биологическая составляющая, это свидетель развития жизни еще до исторического периода, то есть вот и живет исключительно в очах чистых и глубоко залегающих водных пластах и активные субстанции, которые она в том числе продуцирует. Вот эта вот аквадоламия, это микроорганизм, живший еще, как еще раз подчеркну, доисторический период, не является патогеном, специфичен для термальной воды, а вены, и живет в чистых глубинных водах источника и продуцирует активные субстанции, обуславливающие действия и эффективность термальной воды. Собственно, что он дает, если мы перед тем, как выйти на улицу, сможем нанести жидкость на кожные покровы, то это дает смягчающий эффект, снимает раздражение, снимает воспаление. И с древних времен вода, начиная еще с 18 века, вода использовалась в научной гидротерапии. Достаточно много доказательных исследований, пусть они не настолько совершенны, как в клинической онкологии мы привыкли, тем не менее, они есть. Спрей. Можно также использовать спрей. Показания достаточно обширны. Это экземы, топическая экзема, дерматиты с раздражением кожи, солнечные ожоги, соответственно, чувствительная кожа сама по себе, раздражение кожи после лечения акне, фотоаллергии. И состояние пациентов, которые получают как лучевую терапию, таргетную терапию, химиотерапию и лучевую терапию. Ну вот, собственно, та самая короткая программа. Заботиться о коже должны мы все, независимо от того, получаем ли мы здоровый человек, условно здоровый человек, наверное, таких людей совсем мало, и пациенты онкологические. Тем не менее, уход за кожей, он включает основные составляющие. Это бережное очищение. Для этого можно использовать очищающее молочко утром и вечером. Наносится, значит, утром и вечером. Дальше ежедневное увлажнение. Для этого можно использовать эмульсию утром и вечером. Это необходимо для нормальной комбинированной кожи. А крем для увлажнения мы используем, если кожа сухая, также наносим утром и вечером. Интенсивное увлажнение. Здесь, безусловно, маска наносится ровным толстым слоем и оставляется на 5 минут. Кроме того, есть такая ситуация, как зуд. Он отягощающий патологический фактор, приводящий к увеличению, в принципе, достаточно сам по себе неприятен. Он сопровождает атопический дерматит, экзему, крапивницу, ихтиоз, старческий зуд. При сухой коже. И, соответственно, применение ксерокальма позволяет достаточно грамотно и быстро. Но, опять-таки, еще раз подчеркиваю, что если речь идет о лечении, медицинскую косметику нужно обсуждать, конечно же, с врачом. Но, если мы говорим об онкологических пациентах, тем не менее, для таких вопросов решения, как зуд, воспаление, вторичное инфицирование, ксероз, ксерокальм является достаточно незаменимым препаратом. Ну вот и термальная вода используется для косметики фирмы Avena. И контроль развития воспаления, иммуномодулирующее действие, противозудное действие, антиоксидантное действие. Кроме того, также, что здесь еще, формула соответствующая усиливает когезию между слоями, стимулирует синтез клеток и повышает увлажненность кожи. Что еще хотелось бы отметить, что достаточно комфортный препарат. Ну и вот самое важное, что еще, мы уже об этом говорили, фотосенсибилизация. В том числе и пациенты, которые получают и таргетную терапию при меланоме. Я вот самое важное, это сначале-то и не сказала, таблетированную. То здесь основной из побочных эффектов, это, то есть не то, что есть основной, я неправильно сказала, но возможно развитие реакции фоточувствительности. Поэтому, опять-таки, крема и уход за кожей, об этом надо всегда помнить. И рекомендации. Поэтому надо не забывать о применении солнцезащитных кремов с фактором 50 и выше. Отдавать предпочтение солнцезащитным кремам без запаха, гипоаллергенным, водо- и потостойким. Наносить на все открытые участки тела, включая шею и тыльную сторону ладони. Крайне важно повторять нанесение каждые два часа. И напомнить пациенту о необходимости всегда иметь тюбик солнцезащитного средства при себе. И препараты. Что мы можем, в принципе, использовать? Вот этот комплекс, о котором мы говорили, собственно, в него включается термальная вода, которая успокаивает и снимает раздражение. Компоненты это тиносорб, бутилметоксид, бензоилметан, диэтилгексил, такие прям заумные слова. Все это дает так называемый фотозащитный комплекс. Поэтому нужно помнить, что онкологическим пациентам, наряду с получением соответствующего эффективного лечения, о котором уже сегодня блестяще рассказала Алексей Викторович, нужно ухаживать за кожей, за самым большим и главным органом нашего тела. Кожу надо очищать, кожу нужно увлажнять и защищать от солнечных лучей.